Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу вместе с вами сделать тест на деревяшке. Это вот ножа Spyderka Resilience. Это один из ножей недорогой линейки Spyderka. Вес у него 145 грамм. Длина ножа где-то 24 сантиметра с небольшим. Длина клинка 10,6. Для меня это конкурент крыси. Примерно они одинаковые. Крыса чуть поменьше. Крыса и клиночек. Берем режущую часть с 8 с копейками. Здесь все-таки 10 с копейками. Но по толщине, по весу 141 грамм. 145 грамм. Это несущественно. Небольшая разница. Но можно сказать, что Spyderka немножко по-брандовитее будет, чем крыса. Вроде как фирма Ontario поменьше известная. Клиночек. Видите, тройной клин. Открывается Spyderka. Одно из преимуществ, что можно использовать всю длину клинка, когда режешь хлеб или еще что-то. Никакие шпиньки не торчат. Клинок хорошо заточен. Сталь здесь 8, хром-13, молебном ванадий. Как бы о чем тут все сразу написано. Честно написано все. Сталь, Spyderka. Есть то, что сделано в Китае. Но это такой честный Китай. Все-таки не уменьшается там левая фирма, а их производство. То есть клинок вот так вот. Спокойно бреет волос. Давайте попробуем. Мне нравится чем он? Что это такое сыровенный ножичек? Люблю большие ножи. Как бы честно говорю, что если он до конца не пройдет тест в деревяшку, то я не расстроюсь. Все-таки как бы это не его весовая категория. Ну, допустим, не будем мы ее грыть. Попробуем мы ее просто взять и заточить. Повторюсь, как уже говорил не один раз. То есть тоже я проверяю здесь, на этом тесте. То есть я, наверное, меньше всего проверяю РК. Какую-то возможность перережет, не перережет. То есть вопрос о том, перережет, не перережет, не стоит. Потому что клинок он стальной, он должен деревяшку перерубить. В конечном итоге перегрыть. Ну да, проверяем и, конечно, стойкость РК. Потому что я стараюсь всегда брать какие-то такие деревяшки, скажем так, неудобные. То есть что-то такое, куда там даже шуруп пытается с трудом лазит. Но говоря уже о том, чтобы ножом что-то делать. Ну а в основном мы проверяем, конечно, в большей степени геометрию клинка. Потому что я уже не раз говорил, что, допустим, клинок с удачной геометрией, то есть с какими-то там вогнутыми спусками, он даже при том, что это может быть очень средняя, ну скажем так, сталь. Не будем говорить уже плохая, скажем, что очень средняя сталь. Но при хорошей геометрии, то есть клинок может очень интересно себя показать. Правда, может недолго, но... Дальше мы проверяем рукоять, потому что рукоять должна быть удобна. Потому что усилие мы сюда прикладываем очень значительное. Поэтому, для того, чтобы наша рука оставалась в целостной сохранности, рукоять должна быть более-менее удобная. Посмотрите, на мою руку, в принципе, видите, ничего особого с ней ещё не произошло. То есть, если внимательно смотреть, чтобы видно, каким местом я вот так держу рукоять, но ничего не попроемовало. Здесь вот на клинке такое достаточно удобное место, чтобы опереться до каких-то таких мелких движений. Ну, в принципе, так что поделать можно... В нашей ситуации он не нужен, но, в принципе, достаточно удобно. Клипса абсолютно не мешает, вот она лежит. То есть, в основном идёт вот на эти два пальца. Основной хват может быть с каким-то обратным. Всегда ещё клипса будет чувствоваться. Но, слава богу, я не ридик, обратно хватом не работаю. Мне нравится. Здесь всё так очень хорошо. Хорошо режет нож. Хорошо нож входит в древесину. Вот так вот. Присляю я. Тут еще, да, два есть. Уже почти это копьё не заточили. Так вот. Так вот это получается. может его острым делать не обязательно давайте попробуем немножко перпендикулярных резов слышите звук какой приятненько ну и как раз таки такие вот движения не портят в основном режущую кромку так это мы ирка и заминаем но это не аус 8 это 8 хром 13 поэтому заминов тут случается реже чем сколов на обстоятельства 8 это сталька она более суховатая но геометрия отличная то есть ты понимаешь что как хочешь хочешь вот так хочешь вот так по-любому сделала так что тебе удобно проникать материал хочешь режешь хочешь втыкай то есть даже если вам понадобится нибудь настургать тонкой щепы не говорит что просто что-то нарезать без проблем такой мелкий ушел из кадра видите вот какими стругает стоит своих денег существует нескольких нажать резилинс амбишенс там еще у меня было а вот тенеющие стоит их несколько ножей это самый большой недорогая серия на убрян этого стоит честно говорят показывал милю людям которые дорогие дорогие здесь далеки от их ножевых заморочек то есть на них нож это вечер должна резать вот смотрели они крутили так и так милю ну и сказал что вау ну рублей 700 там 800 за нее отдать не жалко я не стал смешать в правильном гневе в принципе скажу честно то есть для простого человека разница несущественно то есть что милитаре и резилинс к меток резилинс он любишь кататься люби и саночки возить что ставлю это интересный конечно какое-то время порежешь и потом придется ее точить вот это же проблема во-первых не каждый сможет во-вторых простым ланске не отделаешься вот как бы уже мелочи вернемся к резилинсу и что настругали мы такую кучку приятную настругали быстро настругали не напрягаясь поднимаясь поставить новую руку то есть ничего особо с ней не случилось что посмотрим так ну-ка вдоль вверх знаете смешно но зачастую я заметил что 8 хром 13 мгн ванаде показывает себя на таких вот тестах лучше чем аус 8 то есть аус 8 надо меньше усилий чтобы чуть-чуть не загнуться и начать лохматить бумагу а здесь чуть больше усилий чтобы сделать сколы то есть сколов не произошло а заметь уже бы были посмотрите видите в конечном итоге понимаешь что вроде как аус 8 лучше но на таких вот тестах она как бы демонстрирует себя хуже показывает как бы сказать то есть делать она все не хуже но когда начинаешь вот такое вот там делать получать что ой а бумажку то не режешь я на самом деле что аус 8 что вот этот 8 хром 13 бреет одинаково то есть и тот бреет всегда после таких тестов и этот но как ни странно 8 хром 13 мгн ванаде выглядит попредставительнее на таких вещах вот так уже разговор ни о чем в принципе сами видите сейчас тенденция что 8 хром 13 мгн ванаде нас даже встречает уже чаще чем аус 8 хром 13 мгн ванаде вернемся в резильнице нож хороший нож брендовый как-никак спайдерка недорогой отлично сидит в руке отлично режет хорошо точится за ним легко ухаживать его приятно разбирать собирать в общем если у вас никогда еще не было спайдерки и вы что хотите но бюджет не позволяет купить что-то такое раскрученное как милитари пара милитари возьмите такой нож убираю вас не пожалеете все видели сами всем спасибо за внимание до свидания